Всем привет, ребят! Меня зовут Игорь Исаченко, с вами сайт Исаченко БИС. Сегодня в нашем очередном уроке по Cinema 4D мы поговорим о создании ландшафта внутри Cinema 4D процедурным методом. Недавно я опубликовал на YouTube ролик, в котором показывал, как приблизительно выглядит созданный таким образом ландшафт. И вот сейчас мы попытаемся что-то подобное повторить внутри Cinema 4D. Давайте приступим. Но начнем мы сейчас не с создания какой-то геометрии, а начнем мы с браузера. Я покажу вам два сайта. Первый называется depthfields.com и второй render911.ru. Оба эти сайта представляют собой архивы текстур специализированные. Но первый сайт depthfields.com представляет собой именно архив хайтмэпов, карт высот. То есть это вот такие вот черно-белые карты. Белые места здесь обозначают самые высокие области, черные соответственно впадины. И на основании вот такого вот изображения на геометрии генерируется какая-то неровная поверхность. Если зайти на этом сайте в раздел mountain, да, горы или скалы, там можно найти неплохую подборку соответствующих карт высот. И вот оттуда я скачал карту высоты, которая называется terrain 2. Собственно, после того, как вы ее разархивируете, она будет выглядеть у вас вот так. Эту карту я использую для создания проекта. И если мы перейдем на второй сайт render911.ru и перейдем в раздел земля, то увидим здесь точно так же множество текстур земной поверхности. Это обычные текстуры, это не хайтмэпс. То есть они требуют еще какой-то доработки. Но здесь вы можете выбрать наиболее понравившуюся вам текстуру. Я выбрал для себя вот такую вот. И сейчас мы эту текстуру будем дорабатывать в crazy bump. Давайте туда перейдем. Подробно о работе с crazy bump я рассказывал, по-моему, в уроке, посвященном UV-развертке. Поэтому сегодня пробежимся так быстро. Нажимаем на кнопочку open внизу окна программы. Выбираем open photograph from file. И выбираем нашу текстуру земли, не хайтмэп, а именно текстуру земли, которую мы скачали с сайта render911.ru. И нажимаем открыть. Наша текстура анализируется и загружается. Программа спрашивает, какой шейп нам больше по душе. Я выберу вот этот, вогнутый внутрь. Вот, соответственно, у нас открылась превьюшка нашей текстуры. Здесь мы можем настроить карту нормальной. Кроме карты нормальной, нам также нужна еще карта дисплейсмента. Я немножко увеличу значение, наверное, до 70. И карта диффьюза. Здесь мы можем немножко подрегулировать внешний вид нашей текстуры. Сделать ее, может, чуть более резкой и чуть более насыщенной. Так, прекрасно. После того, как мы выполнили все необходимые операции, нажимаем кнопочку Save внизу окна программы и выбираем Save All Textures. После чего переходим в папку с нашим проектом и переходим, либо создаем внутри этой папки с проектом папочку Text. Туда сохраняем наши текстуры. Поскольку Cinema 4D по умолчанию для текстур ищет именно папку Text внутри, соответственно, расположения проекта. Я называю нашу текстуру Ground, а необходимые индексы уже программа подставит самостоятельно. Нажимаем кнопку Сохранить. И когда у нас появилось опять окно превьюшки, это означает, что программа выполнила сохранение полностью. Можно закрывать CrazyBump и переходить непосредственно в Cinema 4D. Собственно, вся сцена, которую вы видели в анимации, состоит из двух плейнов. Один плейн — это ландшафт. Второй плейн — это вода. Давайте создадим первый из них. Заходим в примитивы, добавляем плейн. И в параметрах здесь все оставляем как есть. Ничего не меняем. Сразу к нашему плейну добавляем деформатор Displacer. Переходим в список деформаторов, выбираем Displacer и перемещаем его под плейн. Делаем дочерним объектом. Отлично. В качестве шейдера мы как раз таки будем использовать ту карту, которую мы скачали вот отсюда. Rocket Terrain 2. Если у вас вдруг открыта какая-то другая вкладка, переходим в настройках Displacer во вкладку Shading. Выбираем здесь в списке Custom Shader и нажимаем на стрелочку, выбираем Load Image. Выбираем наш Rocket Terrain Second. Отлично. Теперь давайте перейдем в настройки объекта в нашем Displacer и немножко увеличим высоту смещения. Она стоит у нас 10 сантиметров. Давайте поставим 50. Прекрасно. Мы видим, как сразу изменился наш ландшафт. Что нам необходимо сделать дальше? Ну, во-первых, немножко разбить нашу геометрию на большее количество полигонов. Поэтому давайте добавим в сцену объект HyperNerms и наш плейн перетянем под него, чтобы он смотрелся более гладко. Теперь создадим текстуру для нашего плейна. Два раза щелкаем в области материалов. Давайте сразу переименуем наш материал. Это будет Ground. И подгрузим сюда необходимые нам текстуры, которые мы создали в CrazyBump. Переходим в вкладку Color, выбираем Load Image и выбираем из наших текстур, из папки Text, файл с индексом Color. Отлично. Следующее, что нам нужно подгрузить, это нашу карту нормалей. Тоже переходим в раздел Normal, выбираем Load Image и выбираем файл с индексом NRE. Прекрасно. Теперь, собственно, Displacement. Включаем его, переходим в Displacement, Load Image и файл с индексом NRE. Прекрасно. Давайте сразу переключим значение Type с Intensity Centered на обычный Intensity и немножко увеличим значение высоты, например, до 10 см. Отлично. У нас есть своя карта для спекуляра. Ее CrazyBump создает в любом случае, поэтому тоже можем подгрузить ее сюда. Она имеет индекс Spec. Прекрасно. И давайте для каких-то мелких широковатостей включим еще канал Bump и сюда можно подгрузить нашу карту из окружина. Поскольку она тоже черно-белая и она, в принципе, для Bump вполне подойдет. Итак, теперь давайте эту текстуру добавим на наш plane. И чтобы она не смотрелась вот так вот растянута и размазана, мы пункт Projections, UV Mapping поменяем на Cubic. Так, отлично. Давайте нажмем на Render. Что у нас получается? Ну, вот мы уже видим такую картинку. Да, у нас есть какое-то подобие ландшафта, какие-то горы, что-то такое. Прекрасно. Теперь нам нужно добавить в сцену освещение, иначе она будет смотреться не очень красиво. Мы сделаем это с помощью стандартных объектов из Content Browser. Переходим в Window, Content Browser. Здесь переходим в папку Visualize, Materials, HDRi. И выбираем любую понравившуюся здесь нам текстуру освещения. Я, наверное, выберу вот эту. Два раза щелкаем. Она добавляется у нас в сцену. Сразу удаляем лишние теги, которые нам не нужны. И включаем GI. Переходим в настройки рендера. Нажимаем кнопочку Effect. Добавляем Global Illumination. И все его настройки сейчас давайте поставим на минимум, чтобы очень долго не ждать расчета. Отлично. Не забываем периодически сохраняться. Cinema любит вылетать. Самый такой ненужный момент. Так, ну и давайте найдем какое-то положение для нашей камеры. Да, какую-то точку, из которой нам было бы удобно смотреть. Ну, допустим, вот так вот. Давайте создадим камеру. Сделаем ее активной. И зафиксируем ее на месте с помощью тега Protection. Щелкаем по камере правой кнопкой, выбираем Cinema 4D Text и выбираем Tag Protection. Прекрасно. Теперь мы нашу камеру не можем подвинуть. Давайте нажмем на Render, посмотрим, что у нас получилось. Итак, вы видите, что у нас уже есть какое-то подобие. Да, и такое довольно неплохое подобие какого-то ландшафта. Нам осталось добавить воду, ну и немножко подкорректировать этот ландшафт, чтобы он выглядел как-то более реалистично. И у него не было вот таких вот косяков, вроде инвертированных полигонов и так далее. Итак, давайте еще раз перейдем к настройке нашего материала Ground. Перейдем во вкладку Displacement. И здесь мы включим опцию Sub Polygon Displacement. Она будет подразделять нашу геометрию при рендеринге на заданный уровень, на заданную глубину. Здесь у нас стоит Subdivision Level, значение 4, и я думаю, мы оставим его так, как оно есть. То есть каждый из наших полигонов будет подразделяться еще на 4. Мы также включим сглаживание заново созданной геометрии и обязательно поставим галочку Map Resulting Geometry. То есть переносить развертку на заново созданную геометрию. Это необходимо для того, чтобы наша в данном случае кубическая развертка применялась также и к заново созданной нами геометрии, которая будет отгенерирована в процессе рендеринга. И снимем галочку Keep Original Edges, то есть сохранять оригинальные грани. В таком случае все грани объекта заново пересчитываются Cinema 4D при рендеринге с учетом уже вот этой вот заново создаваемой сетки, создаваемого дисплейсмента. Для чего нужны вот эти вот действия Sub Polygon Displacement? Это нам позволит избежать вот таких вот косяков с вывернутыми нормалями, неправильными полигонами и так далее. Ну и как вы сейчас убедитесь, позволит получить еще более реалистичную картинку. Правда просчет увеличится на кадр приблизительно в два раза. Давайте нажмем Render, посмотрим что получается. Вот что мы получили. Ну я думаю по сравнению с прошлым рендером, да, этот выглядит гораздо лучше и гораздо более реалистично. Ну что ж, прекрасно. Теперь нам осталось создать воду в центре нашего ландшафта и анимировать ее. Давайте приступим к этому, создадим еще один Plane. Опустим его ниже. Наша вода будет находиться примерно вот здесь. Прекрасно. И теперь для воды нам нужно добавить соответствующую текстуру. Для этого мы снова, снова воспользуемся библиотекой материалов в Cinema 4D. В той же папочке Materials, где мы брали HDR и окружение. Опускаемся чуть ниже и находим папку Liquid. Переходим. Здесь у нас есть наборы материалов для каких-то жидкостей. Я воспользуюсь Liquid Water Turbulent. Два раза щелкаем по ней. Она добавляется. Прошу прощения, я ее два раза добавил. Она добавляется в наш панель материалов. И перетягиваем ее на наш Plane. Собственно, теперь нам необходимо точно также применить к нему Displacer. Заходим в наши модификаторы. Находим Displacer. Применяем его под наш Plane. Прекрасно. И анимировать нашу воду мы будем с помощью шума. Поэтому в разделе Shading оставляем включенным Custom Shader. А, собственно, в опциях Shader мы выбираем Noise. Видим уже, так как наша вода стала более неровной. Щелкаем по нашему шуму. Переходим в его настройки. И опускаемся вниз до настроек Movement. Движения. Здесь все оставляем в принципе как есть. Только увеличиваем значение скорости до 60%. Сразу видим, что нам воду нужно опустить пониже. Поскольку вот она у нас появляется перед камерой. Давайте ее чуть опустим. И точно также давайте добавим к этому нашему Plane объект HyperNurps для сглаживания нашей воды. Давайте переименуем объект, чтобы не запутаться. Этот назовем Ground. Этот назовем Water. Переместим их. И если мы сейчас нажмем на Play, мы уже увидим анимацию нашей воды. Отлично. Давайте нажмем на Render. Посмотрим, как это выглядит на финальном изображении. Как мы видим здесь из-за разбивки на дополнительные еще полигоны. Из-за дополнительных смещений нашей воды практически не видно. Поэтому давайте попробуем ее поднять чуть выше. И немножко уменьшить. И посмотрим, что у нас получилось. Ну вот, теперь наша вода видна гораздо лучше. Все, что вам в принципе осталось сделать. Это настроить рендеринг анимации. Поставить просчет. Ну и после этого пойти заниматься своими делами. Или куда-то уходить или ложиться спать. Потому что просчет этот будет естественно не быстрый. Но, тем не менее, в результате вы получите анимацию. Примерно такую, как я показывал в начале ролика. Если вы хотите сделать еще больше Plane с водой. Еще больше его поднять. То вы можете соответственно поднять либо сам Plane. Либо немножко уменьшить значение высоты Height в настройках Displacement. Если же вы хотите получить эффект такой глянцевости на камнях. Да, эффект мокрых камней. То вам достаточно в настройках материала Ground. Включить Reflection. И просто поиграться с его настройкой. И со включенным каналом Reflection отражения. Вы соответственно получите такой мокрый эффект на камнях. В рендеринге лучше всего включать настройки Physical. И настройки Global Illumination. Соответственно поднимать с низких на более высокие либо средние. Тут уже все зависит от мощности вашей машины. И от того количества ожидания, которые вы готовы потратить на просчет. Анимацию каждый выводит так, как ему удобно. Я лично пользуюсь форматом PNG. 16 бит на канал. Вывожу это все в Sequence. Здесь в Output мы указываем промежуток кадров, которые мы будем выводить. Либо это какой-то конкретный промежуток, либо вся анимация. All Frames. После чего этот Sequence удобно импортируется в After Effects. И там уже обрабатывается собственно как Video Shot. Ну что. На этом вроде бы все. Наш урок подошел к концу. Небольшая минутка рекламы. Я открыл на своем сайте форум по компьютерной графике. И все вопросы, которые у вас возникают по этому уроку, я думаю, лучше всего было бы задавать там. Это касается не только вопросов по урокам, но и в принципе любых вопросов по Cinema 4D, по каким-то смежным программам, смежным темам. Поскольку я на этом форуме сейчас практически постоянно отвечать постараюсь как можно быстрее и как можно более полно. Давайте вместе создадим какую-то такую русскоязычную базу знаний, которой сможет воспользоваться любой пользователь, который ищет информацию по этой теме в сети. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Надолго не прощаемся. До новых встреч, до новых уроков. Пока.